Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактиведанты Свами Прабхупады. Жизнь происходит из жизни. Тринадцатая утренняя прогулка. Записано 2 декабря 1973 года на берегу Тихого океана в окрестностях Лос-Анджелеса. Шриву Прабхупаду сопровождают доктор Сингх, Хридайананда Дас Госвами, Кришна Канти Дас Адхикари и другие ученики. Настоящий преданный выше желаний. Шрила Прабхупада Кто знает, в чем разница между карми, джнани, йогом и бактой? Хридайананда Дас Госвами Карми хочет удовлетворять свои грубые чувства, джнани — тонкий ум, то есть предаваться эмпирическому философствованию, а йог хочет управлять Вселенной с помощью мистических сил. Шрила Прабхупада Все это — материальные способности. Хридайананда Дас Госвами А у бакта нет материальных желаний. Шрила Прабхупада И тот, кто еще не освободился полностью от желаний, не может быть счастлив. У карми, джнани и йогов множество желаний, поэтому они несчастны. Карми — самое несчастное из них. Джнани — несколько менее несчастны. А в самом лучшем положении находится йог. Но бакт, то есть преданный, абсолютно счастлив. Некоторые йоги обладают мистической силой, позволяющей им срывать плоды с гранатовых деревьев в другой стране за тысячи миль от того места, где они находятся. Другие могут летать без помощи самолета. Третьи способны любого погрузить в гипноз. Тогда они указывают на какого-нибудь человека и говорят, — это Бог. И их жертвы им верят. Мне самому приходилось видеть подобную магическую чепуху. Кришна Канти Верно ли, что чистый преданный? Милостиве самого Кришны. Шрила Прабхупада Да. Настоящий Вайшнав. Настоящий преданный. Даже милосерднее Кришны. Возьмите, к примеру, Господа Иисуса Христа. Говорится, что Господь Иисус принял на Себя грехи всех людей и, тем не менее, был распят. В наше время негодяи думают, мы будем грешить по-прежнему. Христос взял на Себя обязательство страдать за нас. Следует долгое молчание. Разница между материей и духом. Доктор Синг Ученые говорят, что у деревьев тоже есть сознание Шрила Прабхупада. Да, это верно. Но сознание дерева отличается от моего. У меня более развитое сознание. Если мое тело ущипнуть, я тотчас стану протестовать. Но если вы возьметесь пилить дерево, оно не будет возражать. На самом деле, все на свете наделено сознанием. Вопрос только, в какой степени? Чем в большей степени сознание покрыто материей, тем более материальным оно считается. И чем более развито сознание, тем более оно считается духовным. В этом разница между материей и духом. Духовные души есть везде. Они стремятся выйти на свет из земли, показывает на траву. Как только им предоставляется возможность, они проявляют свое сознание. Души, нисходящие с более высоких планет на нашу, попадают на землю вместе с каплями дождя. Затем они становятся травой и постепенно развиваются до более высоких форм жизни. Доктор Синк, но это ужасно, Шрила Прабхупада. Так действует тонкая энергия. Что об этом знают ученые? Майя, иллюзия, отняла у них знания. Они думают, мы такие эрудированные ученые. Пересадка души. Доктор Синк, Шрила Прабхупада, что Вы можете сказать о пересадке сердца? Мы знаем, что духовная душа находится в сердце, но сейчас врачи могут заменить старое сердце новым. Что происходит с духовной душой в том и другом сердце? Меняется ли индивидуальность человека, которому пересажено новое сердце? Шрила Прабхупада, нет, доктор Синк, почему, Шрила Прабхупада, допустим, я встаю со своего стула и сажусь на другой. Изменяется ли при этом моя индивидуальность? Я могу поменять место, но значит ли это, что при этом изменился я сам, доктор Синк? Но сердце ведь меняется, а духовная душа находится в нем, Шрила Прабхупада. В ведах сердце называют сидением души. Поэтому во время пересадки сердца врачи только меняют место, на котором восседает душа. Душа остается той же, что и была. Если бы ученые могли доказать, что, заменив сердце, они увеличили продолжительность жизни пациента, это было бы доказательством того, что они овладели духовной душой. Но они не могут увеличить продолжительность жизни, потому что люди получают свои тела в соответствии с высшей волей. У вас есть это тело, и вы должны прожить в нем определенный срок. Если вы просто замените одну из частей тела, это не поможет вам продлить жизнь. Это невозможно. Врачи полагают, что, заменив сердце, увеличат продолжительность жизни человека. Но это невозможно. Доктор Синк. Следовательно, пересадка сердца — это своего рода искусственное переселение души из старого сердца в новое. Шрила Прабхупада. Да, что-то наподобие этого. Кришна объясняет в Бхагавадгите. Как воплощенная душа непрерывно переходит в этом теле от детства к юности и старости, так и в момент смерти она переселяется в другое тело. Душу, осознавшую себя, этот переход не смущает. Замена одного сердца на другое — просто замена материальных органов тела. Сердце не является настоящим источником жизни, поэтому смена сердца не увеличивает продолжительность жизни. Доктор Синк. Да, большинство пациентов, перенесших пересадку сердца, после операции живут в течение очень непродолжительного времени. Но возможно ли вообще пересадить душу из одного тела в другое? Шрила Прабхупада. Иногда некоторым йогам это удается. Они могут найти лучшее тело и переселиться в него. Доктор Синк. Когда врачи проводят операцию по пересадке сердца, они берут сердце у человека, который только что умер, и пересаживают его взамен больного сердца в чьем-либо теле. Минеются ли души местами — в мертвом теле и в больном сердце? Шрила Прабхупада. Нет. Душа уже оставила мертвое сердце. Не может быть и речи о том, что они переносят в тело другую душу. Доктор Синк. Я хочу убедиться, правильно ли я вас понял. Когда врачи берут сердце у человека, который только что умер, его душа уже покинула это сердце. Затем, когда они пересаживают его мертвое сердце в тело пациента, душа пациента входит в пересаженное сердце. Шрила Прабхупада. Да. Душе предназначено жить в данном конкретном теле определенное число лет. Вы можете заменить любую часть тела, но не в ваших силах изменить продолжительность его жизни. Доктор Синк. Значит, сердце — это машина, инструмент? Шрила Прабхупада. Да. Это место пребывания души. Горчичное зерно в мешке горчичных зерен. Доктор Синк. Шрила Прабхупада. Биологи говорят, что многие виды живых существ могут размножаться без помощи полового акта. Находится ли это утверждение в согласии с ведами? Шрила Прабхупада. О, да. Доктор Синк. Так что мы не можем ограничить их размножение? Шрила Прабхупада. Нет. А каким образом? Живых существ, которые пришли в этот материальный мир наслаждаться жизнью, очень много. Поэтому процесс размножения будет продолжаться. Этот материальный мир подобен тюрьме. Вы не можете упразднить тюрьму. Стоит одному человеку выйти из тюрьмы, как другой уже готов войти туда. Эту же тему обсуждал господь Чайтанья Махапрабу. Один из его преданных, Васудева Датта, сказал, «Пожалуйста, освободи из материального рабства всех живых существ этой вселенной. Если же ты полагаешь, что они слишком грешны, чтобы их можно было исправить, тогда просто переложи на меня все их грехи». Однако Чайтанья Махапрабу сказал, «Допустим, я взял целиком всю эту вселенную со всеми живыми существами. Это всего лишь одна из бесчисленных вселенных. Она как горчичное зерно в большом мешке, наполненном горчичными зернами. Если вынуть одно зерно из мешка, что изменится? Так что остановить процесс размножения фактически невозможно. Живых существ бесчисленное множество, и потому он будет продолжаться». Доктор Синг. Вы сказали, что материальный мир подобен исправительной колонии, где живые существа учатся, как выпутаться из материальных сетей и вырваться из цикла повторяющихся рождений и смерти. Шрила Прабхупада. Да. Поэтому вы должны следовать методу сознания Кришны. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги его божественной милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Жизнь происходит из жизни» вы сможете послушать в это же время в наших следующих передачах. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги его божественной милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Жизнь происходит из жизни» Четырнадцатая утренняя прогулка Записано 3 декабря 1973 года на берегу Тихого океана в окрестностях Лос-Анджелеса. Шрилу Прабхупаду сопровождают доктор Синг, доктор Вольф Роткей и ученики. Происхождение межпланетных газов Доктор Синг Ученые говорят, что на определенном этапе «Земля состояла из частиц пыли, находящихся в газообразной среде. Затем со временем эта коллоидная взвесь сгустилась и сформировала землю» Шрила Прабхупада «Возможно». «Но откуда взялся газ?» Доктор Синг «Они говорят, что он просто существовал» Шрила Прабхупада Кришна говорит в Бхагавадгите «Земля, вода, огонь, эфир, ум, интеллект и ложное эго — эти восемь элементов составляют мои отделенные материальные энергии». Кришна объясняет здесь, что он является источником ваю — газа, а тоньше ваю — кам, эфир, тоньше эфира — ум, тоньше ума — интеллект, тоньше интеллекта — ложное эго, а тоньше ложного эго — душа. Но ученые не знают этого. Они понимают лишь грубые явления. Они упоминают газ. «Но откуда он происходит?» Доктор Синг «На это они не могут ответить» Шрила Прабхупада «А вот мы можем». И Шримад Бхагаватам мы узнаем, что газ происходит из хама, эфира. Эфир — из ума, ум — из интеллекта, интеллект из ложного эго, а ложное эго — из души». Доктор Синг «Ученые доказывают, что задолго до того, как могла произойти биофизическая эволюция по Дарвину, было то, что они называют «добиологической химией» или «химической эволюцией» Шрила Прабхупада Да, и термин «химическая эволюция» означает, что химические вещества имеют источник. И этот источник — дух или жизнь. В лимоне вырабатывается лимонная кислота, А наши тела вырабатывают множество химических веществ в моче, крови, секрециях. Это доказательство того, что жизнь производит химические вещества, а не химические вещества — жизнь». Доктор Синг Ученые говорят, что после того, как семя жизни попадает в клетки, живое существо развивается и действует само собой. Доктор Синг Да, но кто дает семя? В Бхагавадгите Кришна отвечает на этот вопрос. О, сын Притхи, знай, что я изначальное семя всего существа. Следует понять, что материальная природа делает возможным появление на свет всех видов жизни, а я — дающий семя Отец. Воздание должного Творцу Доктор Вольф Роткей Но, Шрила Прабхупада, мне все же хотелось бы с полным смирением задать вам один вопрос. Допустим, что ученым действительно удалось искусственным путем создать живую клетку. Что бы вы на это сказали, Шрила Прабхупада? А в чем будет их заслуга? Они только повторили бы то, что уже существует в природе. Людям очень нравятся разного рода имитации. Если в ночном клубе будет выступать человек, подражающий собаке, люди будут платить деньги, чтобы посмотреть на него. Но когда они видят, как лает настоящая собака, они не обращают на нее никакого внимания. Доктор Синг Шрила Прабхупада Идею химической эволюции выдвинул в 1920 году один русский биолог. Он показал, что перед биохимической эволюцией в атмосфере Земли шли преимущественно восстановительные процессы. Другими словами, она в основном состояла из водорода, лишь с незначительной примесью кислорода. Затем, через определенное время, солнечная радиация привела к тому, что молекулы водорода включились в состав различных химических соединений. Шрила Прабхупада Это второстепенное исследование. Прежде всего, откуда возник водород? Ученые изучают этот процесс с середины. Они не обращаются к истокам. Мы должны знать, что было в начале. Вот самолет показывает на самолет, появившийся на горизонте. Станете ли вы утверждать, что эта машина возникла из моря? Недалекий человек мог бы сказать, что внезапно в море возник свет, и так появился самолет. Но разве это научное объяснение? Объяснения ученых подобны этому. Они говорят, сначала было нечто, а затем, совершенно неожиданно, по воле случая, из него возникло нечто другое. Но ведь это не наука. Наука должна объяснять в первую очередь первопричину. Возможно, ученые и могут создать нечто, уже существующее в природе. Но это еще не повод для того, чтобы превозносить их. Мы должны воздавать хвалу первому создателю, Богу. В этом состоит наша философия. Доктор Синг. Открывая какой-либо закон природы, ученые обычно называют его своим именем. Шрила Прабхупада. Вот именно. Закон уже существует в природе, но этот мошенник хочет присвоить заслугу себе. Геронтология. Продлиния страданий. Доктор Синг. Фактически они воюют с законами природы, но часто это доставляет им удовольствие. Шрила Прабхупада. Это детское удовольствие. Скажем, ребенок, не щадя сил, строит на морском берегу замок из песка. Ему это может доставлять удовольствие, удовольствие. Но это детское удовольствие. Взрослый человек не получит от этого удовольствия. У материалистов выработалось некое шаблонное представление о так называемом счастье. Они создали великолепные условия, цивилизацию комфорта. но все это не стоит ломаного гроша, потому что они не могут создать условия, в которых могли бы этим наслаждаться. В любой момент человека может выбить из седла смерть, и все его наслаждение на этом закончится. Доктор Синг. Вот почему они говорят, что Бог не дал нам всего, потому что мы не можем жить вечно, Шрила Прокупада. Но Бог дал им все необходимое, чтобы жить в мире, и все необходимое, чтобы осознать его. Почему же они не хотят познать Бога? Вместо этого они делают все, чтобы забыть о нем. Доктор Синг. Современные ученые создали целый раздел науки, геронтологию, занимающейся проблемой продления жизни, Шрила Прокупада. Их истинной целью должно быть прекращение страданий. Возьмем, к примеру, старика, которого одолевает множество болезней, и неожиданно врачи продлевают срок его жизни. Ну, какой от этого будет толк? Доктор Синг. Именно это они делают, пересаживая сердце. Шрила Прокупада. Но это же абсурд. Пусть они положат конец смерти, вот это будет достижением. Пусть они победят все болезни, вот это было бы достижением. Но они не способны на это. Поэтому я говорю, что все их исследования это всего лишь борьба за существование. Кришна говорит в Бхагавадгите, живые существа в этом обусловленном мире мои вечные крошечные частицы. Вследствие обусловленной жизни они ведут отчаянную борьбу с шестью чувствами, включая ум. Ученик. Сейчас мир испытывает нехватку нефти. Шрила Прокупада. Да, мы создали цивилизацию, которая зависит от нефти. Это противоречит законам природы. Поэтому нефти и не хватает. По законам природы сейчас приближается зима. Ученые не могут остановить этот процесс и превратить зиму в лето. Они находятся в заблуждении, полагая, что управляют природой. В Бхагавадгите Кришна говорит, что живое существо считает, что само совершает действия, но на самом деле их совершает природа. Сейчас восходит солнце. Могут ли они сделать так, чтобы стало темно? А когда станет темно, смогут ли они скомандовать солнцу? Взойди. Они не понимают, что если они действительно хотят победить природу, то им нужно постараться победить рождение, смерть, старость и болезни. В Бхагавадгите Кришна говорит, «Эту мою божественную энергию, состоящую из трех гун материальной природы, очень трудно преодолеть, но те, кто предался мне, могут легко выйти из-под ее влияния». Доктор Синг «Значит, победить законы природы очень трудно», Шрила Прабхупады, «Для материалистов это невозможно, но тому, кто предался Кришне, это нетрудно сделать». Истинный источник происхождения видов доктор Синг «Разнообразие живых существ ученые объясняют тем, что в определенный момент эволюции клеточные гены, обычно точно воспроизводящиеся в следующем поколении, иногда копируя себя, совершают ошибку наподобие печатного станка время от времени делающего опечатки. В некоторых случаях эти ошибки, то есть мутации закрепляются и таким образом из-за различий в генах сформировались различные виды живых существ». Шрила Прабхупада «Но тогда эта ошибка совершается с незапамятных времен, поскольку нетрудно убедиться, что все разновидности живых существ были всегда. Но когда ошибка совершается постоянно, это уже не ошибка, а проявление разума». Доктор Синг «Однако ученые утверждают, что если бы не мутации, во Вселенной был бы только один вид живых существ». Шрила Прабхупада «Нет. У всех живых существ ум отличается от других, поэтому необходимо такое разнообразие живых существ, чтобы дать возможность проявить различные склады ума. Например, мы гуляем здесь, но большинство людей не присоединяется к нам, потому что у них иной склад ума». «В чем причина этого различия?» Доктор Синг «Может быть, это ошибка?» Шрила Прабхупада «Нет, не ошибка, таково их желание». И с наступлением смерти каждый получит тело, соответствующее его желанию. В Бхагавадгите Кришна говорит, «О каком бы состоянии бытия не вспомнил человек, оставляя свое тело, этого состояния он непременно достигнет». «То, о чем вы думаете во время смерти, в точности определяет, в какое тело вы воплотитесь. Природа даст вам тело, и какое именно, зависит не от вас, а от природы. Она действует под руководством Бога». Доктор Синг «Но у науки как будто есть доказательство того, что различные биологические виды возникают вследствие ошибок». Шрила Прабхупада «Это их ошибка». «В законах природы не бывает ошибок». «В железнодорожных вагонах есть купе первого, второго и третьего класса. Если вы купите билет в третий класс, но по ошибке пойдете в купе первого класса, вам не позволят там остаться». «Существование разных купе не ошибка». «Так это было задумано». «Это вы ошиблись, зайдя не в свое купе». «Бог настолько предусмотрителен, что знает все ошибки, которые будут совершены». Поэтому в зависимости от ошибок, которые вы совершили, вы получаете определенный тип тела. «Сюда, идите сюда, тело для вас готово». Существует 8 миллионов 400 тысяч видов живых существ, и распределяя тела, природа действует с математической точностью. «Когда правительство возводит город, оно строит тюрьму даже до того, как город будет полностью достроен, потому что знает, что найдется много преступников, которые должны будут отправиться в тюрьму. Это ошибка не правительства, а преступников. Так как они становятся преступниками, то должны будут угодить туда. Это их ошибка. А в природе ошибок нет». Кришна говорит, «Это материальная природа действует под Моим руководством, о сын Кунти, и производит всех движущихся и неподвижных существ». Природа действует под наблюдением Бога, Кришны, поэтому как может она допускать ошибки? Но мы совершаем их, поскольку находимся под воздействием иллюзии. Наши чувства несовершенны, и мы склонны к обману. В этом разница между Богом и человеком. У Бога нет несовершенных чувств. Все его чувства совершенны. Дорогие радиослушатели, продолжение чтения книги его божественной милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Жизнь происходит из жизни» вы сможете послушать в наших следующих передачах. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем чтение книги его божественной милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Жизнь происходит из жизни» «Довольные животные» Довольные Родки «Поскольку наши чувства несовершенны, то и технические усилители наших чувств разумеется тоже несовершенны» Доктор Синг «Микроскопы, с помощью которых мы изучаем микромир, также должны быть несовершенными» Ширила Прабхупада «Материальное существование» означает несовершенное существование «Если вы строите что-либо, не обладая совершенными знаниями и совершенными чувствами, то, что бы вы ни построили, обречено на несовершенство» Доктор Синг «Если бы даже ученые изобрели совершенный микроскоп, они все равно смотрели бы в него несовершенными глазами» Ширила Прабхупада «Да, это верно» «Из этого мы делаем вывод, что все, что бы ни говорили ученые, несовершенно» Доктор Синг «Но они как будто вполне довольны собой» Ширила Прабхупада «Все довольны, даже навозный червь, таков закон природы» Доктор Вольф Роткей «Как говорится, даже нищий горд своим грошом» Ширила Прабхупада «Да, в некоторых местах в Индии можно увидеть подыхающих с голоду собак» «Но стоит такому псу повстречать суку, как он тотчас же совокупляется с ней и становится довольным» «Разве это удовлетворение?» «Пес подыхает с голоду, но тем не менее вполне доволен тем, что может совокупляться» пятнадцатая утренняя прогулка записанная 7 декабря 1973 года на берегу Тихого океана в окрестностях Лос-Анджелеса. Ширилу Прабхупаду сопровождает доктор Синг, доктор Вольф Роткей и еще один ученик. Глаза, которыми можно увидеть Бога. Ученик Последние 150 лет одной из основных проблем для западных теологов была связь между разумом и верой. Они стремились постичь веру с помощью разума, но не могли установить, как связаны способность рассуждать и вера. У некоторых из них есть вера в Бога, но рассудок говорит им, что Бога нет. Например, они сказали бы, что когда им предлагаем просад, только вера заставляет нас думать, что Бог его принимает, потому что мы не можем его видеть. Шрила Прабхупада — это они не могут видеть его, а я могу. Я вижу Бога, поэтому предлагаю ему просад. так так как они не способны видеть его, то должны прийти ко мне, чтобы я открыл им глаза. Они слепы из-за своей катаракты, поэтому я должен сделать им операцию, и они прозреют. Таков наш подход. ученик ученые говорят, что для того, чтобы признать объективное существование чего бы то ни было, они должны воспринимать это своими чувствами. Таков общепризнанный критерий. Шрила Прабхупада Разумеется, они могут воспринимать окружающее с помощью своих чувств, но весьма несовершенным образом. Своими чувствами они воспринимают песок, но могут ли ученые увидеть, кто его создал? Вот песок, вот море, их можно увидеть непосредственно. Но как можно непосредственно воспринять источник, породивший и песок, и море? Ученик Ученые говорят, что если бы песок и море создал Бог, то мы могли бы его видеть точно так же, как видим и песок, и море. Шрила Прабхупада Да, они могут его увидеть, но для этого им нужны глаза. Они слепы, поэтому они сначала должны пройти у меня лечение. Шастры гласят, что следует пройти лечение у гуру, чтобы понять Бога. Как слепцы могут увидеть Бога? Ученик, но способность видеть Бога сверхъестественная. Ученые же принимают в расчет только обычное зрение. Шрила Прабхупада Все сверхъестественно. Например, вы можете считать, что в ясном небе ничего нет, что оно пусто, но ваши глаза несовершенны. В небе бесчисленное множество планет, которых вы не видите из-за ограниченности своего зрения. И поскольку вы не в состоянии воспринимать их, то должны согласиться с тем, что говорю я. Да, на небе миллионы звезд. Разве от того, что вы не можете видеть звезды, космическое пространство пусто? Нет. Только несовершенство ваших чувств заставляет вас думать так. Ученик. Ученые готовы признать, что не знают всего, однако говорят, что не могут поверить существование того, чего не могут увидеть. Шрила Прабхупада. Если они не знают чего-либо, им нужно принять знание от того, кто знает истину. Ученик. Они возразят на это. Ну, а если то, что нам говорят неверно, Шрила Прабхупада, это уже их беда. Поскольку своими несовершенными чувствами они не могут воспринимать Бога, они должны слушать того, кто знает Бога. Таков путь познания. Если они не обращаются к сведущему человеку, если они приходят к обманщику, это их беда. Это не меняет метода. Когда ваши чувства бессильны, вы должны обратиться к авторитету, чтобы узнать истину. Поражение атеистов Доктор Синг. Проблема в том, что в обществе атеистов невозможно доказать существование Бога. Шрила Прабхупада Нам нужно учить других, тех, у кого еще есть разум. Все существующее кем-то создано. Кто-то ведь создал и песок, и воду, и небо. Сознание Кришны подразумевает поиск этого кого-то. Доктор Синг. Ученые скажут, покажите нам его, чтобы мы могли его увидеть. Шрила Прабхупада А я отвечу им, я покажу вам его, но прежде вы должны пройти обучение, вы должны подготовить свои глаза, чтобы его увидеть. Если вы слепы и не хотите идти к врачу, то как вы излечитесь от своей слепоты и прозреете? Вы должны пройти лечение. Это единственный способ избавиться от болезни. Ученик, чтобы сделать этот шаг, нужна вера? Шрила Прабхупада, «Да, но не слепая вера. Вера должна быть практичной. Чтобы узнать что-либо, нужно пойти к специалисту. Такая вера не слепа, она практична. Сами по себе вы ничего не узнаете. Ученик, правда ли, что действительно искренний человек обязательно повстречает истинного гуру?» Шрила Прабхупада, «Да, гуру Кришна в просаде Найя Бхакти Латапича, Кришна внутри вас, и как только он видит, что вы искренни, он направляет вас к тому, кто вам необходим. Ученик, а если вы не до конца искренни, то получите в учителя обманщика, Шрила Прабхупада, «Да, если вы хотите быть обманутым, Кришна пошлет вас к обманщику, и Кришна обладает непревзойденным интеллектом. Если вы обманщик, он обведет вас вокруг пальца так, что вы и не заметите, но если вы действительно искренни, он позаботится о том, чтобы у вас было верное руководство». В Бхагавадгите Кришна говорит, «Я пребываю в сердце каждого, и от меня исходят память, знания и забвения». Кришна говорит одновременно о памяти и забвений. «Если вы обманщик, Кришна наградит вас таким интеллектом, который даст вам возможность забыть о нем навсегда». Ученик, «но сейчас у власти находятся атеисты, они господствуют в обществе». Шрила Прабхупада, «один пинок майи и их господству в одну секунду придет конец». Такова природа майи. Атеисты связаны по рукам и ногам, но из-за майи иллюзии думают, что свободны. Запутавшихся людей привлекают демонические и атеистические идеи. Эти взгляды сбивают их с толку и все их надежды на освобождение. Их деятельность совершаемая ради материальных благ и их поиски знания терпят крах. Они совершенно сбиты с толку, поэтому все их надежды терпят крах. Об этом говорится в данном стихе Бхагавадгиты, и это происходит на самом деле. Столько их грандиозных планов, в частности, этот лунный проект провалились, но, тем не менее, они заявляют, что могут покорить природу. Доктор Сингх, они не хотят образумиться, Шиила Прабхупада, следовательно, они неправы. Ученые доблестно идут в ад. Шиила Прабхупада Разумный человек воспользуется хорошим советом, но мошенник никогда этого не сделает. Есть рассказ о великом поэте по имени Калейдас, который был к тому же великим мошенником. Однажды Калейдас сидел на ветке дерева и пилил ее. Проходивший мимо человек спросил его, «Зачем ты пилишь этот сук? Ведь ты свалишься?» Калейдас ответил «Нет-нет, не свалюсь». Он продолжал пилить сук и упал. Отсюда можно сделать вывод, что он был мошенником, потому что не слушал добрых советов. Из-за своего так называемого научного прогресса ученые идут в ад. Они постоянно строят планы, видят, как терпят крах и снова строят очередной план. Этот план тоже рушится, а они строят следующий. Однако, когда мы пытаемся объяснить им, что все их материалистические планы потерпят неудачу, они отказываются слушать. Ученик, можно даже сказать, что это своего рода доблесть, Шрила Прабхупада. Да, сказать можно что угодно, но эта доблесть не та. Как-то один человек преследовал другого. Преследователь спросил, почему ты убегаешь? Ты что меня боишься? Тот ответил, я тебя не боюсь. Но отчего бы мне не бежать? Чего ради я должен останавливаться? Закоренелый материалист так же храбро идет в ад. Почему я должен прекратить грешить, говорит он? Я храбро встречу любые последствия, доктор Синг. Они сумасшедшие, Шрила Прабхупада. Да, веды говорят, что стоит человеку сойти с ума или стать одержимым духами, как он начинает нести чепуху, так же и тот, кто находится под влиянием материальной энергии, сумасшедший, поэтому он несет только вздор. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги его божественной милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Жизнь происходит из жизни» вы сможете послушать в это же время в наших следующих передачах. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги его божественной милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Жизнь происходит из жизни» Мистическое телевидение Доктор Синг «Сейчас у них есть то, чего раньше они не имели телефоны, телевидение, самолеты, ракеты и много других изобретений» Шрила Прабхупада «Но бывают телефоны и получше, о которых они не знают». В Бхагавадгите Санджая продемонстрировала это, когда сидя подле своего господина Тхритараштры рассказывал ему о событиях, происходивших очень далеко от них, на поле битвы Курукшетра. Зрение Санджаи на самом деле намного превосходило телефонную связь. Это было мистическое телевидение, телевидение в сердце, потому потому что он сидел в комнате далеко от поля сражения, но тем не менее видел все, что происходило там. В Бхагавадгите Тхритараштры спрашивал у Санджаи, «Как там мои сыновья и племянники, что они делают?» И Санджаи описывал, как Дуриятхана подошел к Драночарии, что говорил Драночарии и что отвечал Дуретхана и так далее. Хотя эти события происходили слишком далеко, чтобы их можно было увидеть обыкновенным глазом, Санджаи, наделенный мистической способностью, мог видеть и описывать их. Вот это настоящая наука! Доктор Синг «Некоторые ученые говорят, что мы усовершенствовали природу, создав такие вещи, как пластмасса и лекарства». Шрила Прабхупада «В ведические времена люди ели серебряной и золотой посуды. Теперь же ученые улучшили жизнь, создав тарелки из пластмассы». Смех Доктор Синг «Пластмасса превратилась в большую проблему, потому что они не знают, как от нее избавиться. Способа уничтожить ее не существует, а она все накапливается». Доказательства есть. Доктор Вольф Роткей «Материалисты были бы более искренними, если бы говорили «Мы не хотим расставаться со своими грезами, мы хотим продолжать наслаждаться своими чувствами с помощью всей нашей техники». Но они не признают, что все их попытки наслаждаться терпят неудачу». Шрила Прабхупада «Это свидетельствует об их глупости. В конце концов им придется признать это». Доктор Вольф Роткей «Но они говорят «Попытайтесь еще раз». Шрила Прабхупада «Как они могут пытаться?» «Предположим, вы не можете видеть, потому что страдаете катарактой, но вы пытаетесь видеть снова и снова». «Разве так можно избавиться от катаракты?» «Нет, так вы никогда не выздоровеете. Необходимо пойти к хирургу. Он сделает вам операцию и ваше зрение восстановится. Вы не прозреете, снова и снова пытаясь увидеть свет». Доктор Вольф Роткей «Это как раз то, чего они не хотят признать, что все их усилия постичь истину с помощью материалистической науки оказались напрасны». Шрила Прабхупада «Они не прислушиваются к доброму совету. Если вы дадите хороший совет, то человек рассердится. предположим, вы принесли домой змею и говорите ей «Моя дорогая, пожалуйста, живи со мной. Каждый день я буду кормить тебя вкусной едой, молоком и бананами». Змея будет очень довольна, но в результате у нее только прибавится яда, и в один прекрасный день вы вскрикнете «А-а-а-а!» подражает укушенному змеей. Доктор Вольф Роткий «Но ученые ни за что не расстанутся с надеждами». Шрила Прабхупаде «Их планы рушатся каждый миг, но они все равно надеются». Шрила Прабхупада «Один библиотекарь хотел, чтобы я доказал, что Бхагавадгите пять тысяч лет. Он хотел увидеть оригинал, написанный пять тысяч лет назад. Шрила Прабхупада. Предположим, я войду в темную комнату и скажу находящемуся в ней человеку. Взошло солнце, иди на улицу. А он может ответить. Чем ты докажешь то, что там светло? Сначала докажи мне это, тогда я выйду. Я могу попросить его. Пожалуйста, только выйди, и ты сам все увидишь. Но если он не выйдет посмотреть, то так и останется в неведении, ожидая доказательств. Так что если вы просто прочтете Бхагавадгиту, вы все увидите. Пойдите и увидите. Вот доказательства. Шестнадцатая утренняя прогулка Записано 10 декабря 1973 года на берегу Тихого океана в окрестностях Лос-Анджелеса. Шрилу Прабхупаду сопровождают доктор Синг, Хридай Ананда Дас Госвами и другие ученики. Шрилу Прабхупаду Что значит быть верховным? Шрилу Прабхупаду Что значит занимать верховное положение в материальном мире? Почему вы признаете президента Никсона самым главным человеком в вашем государстве? Доктор Синг Потому что он обладает определенной властью. Шрилу Прабхупада Да. А почему его положение самое высокое в государстве? Потому что как первый среди правительственных служащих он получает самое большое жалование, для него созданы самые лучшие условия и последнее слово всегда остается за ним. Доктор Синг Он обладает способностью убеждать других. Шрилу Прабхупада Нет. Вы можете не соглашаться с ним, но так как он занимает высший пост, вы должны выполнять его распоряжение. Такое положение он занимает. Оно не зависит от того, признаете ли вы его авторитет или нет. В этом смысл слова верховный, не так ли? В ведической литературе говорится, что превосходить в чем-то других — большая удача. Но самая большая удача — удел Бога. Ему служат сотни тысяч лакшми, богинь удачи и процветания. Здесь, на этой планете, мы умоляем богиню процветания проявить к нам благосклонность. А Кришне всегда поклоняются тысячи богинь процветания. Доктор Синг. Мы не в силах даже представить себе, что кому-то может выпасть такая удача. Шрила Прабхупада Да. Поэтому про Кришну говорят, что он непостижимый. Мы не можем даже представить себе, насколько он велик и удачлив. Слово «очинтия» означает, что мы не можем себе представить непостижимость. Мы можем видеть лишь часть богатств Бога, эту материальную природу, в которой проявляется лишь доля могущества Господа. Верховная Личность обладает многообразными силами. У него есть низшие и высшие энергии. В Бхагавадгите Кришна говорит «Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, интеллект и ложное эго — эти восемь элементов составляют мои отделенные материальные энергии». В следующем стихе Бхагавадгиты Кришна описывает свою высшую энергию — пара-пракрити, которая образует духовный мир. Поэтому, если даже низшая материальная энергия способна творить такие чудеса, только представьте, насколько чудеснее духовный мир. Вот каков смысл слова «верховный». Тайна ягической силы Хридаянанда даст Госвами «В духовном мире есть все формы жизни, которые мы видим и на земле?» Шрила Прабхупада «Да». «И более того, если эта низшая энергия порождает такое множество изумительных форм жизни, представьте себе, насколько поразительнее должны быть высшие формы жизни в духовном мире». Даже в этой материальной вселенной обитатели некоторых планет намного превосходят обитателей других планет по могуществу. К примеру, на земле люди занимаются мистической йогой, чтобы обрести способность творить чудеса. Но на другой планете, называемой Сидхалокой, люди рождаются с этими великими йогическими силами. Для Земли это правило. Птица может летать, а мы сами без помощи дорогостоящих машин на это не способны. Однако обитатели таких планет, как Сидхалока, могут перелетать с одной планеты на другую без помощи машин. Для того, чтобы попасть на другие планеты, им достаточно просто захотеть этого. Даже на земле есть йоги, которые могут совершать омовение рано утром сразу в четырех местах. В Джаганадхапури, Рамишвари, Хардвари и Двараке. Один такой йог, друг моего отца, навещал его в Калькутте. Этот йог рассказывал, что стоит ему сесть и коснуться своего гору, как он за две минуты переносится из Калькутты в Двараку. Такова йогическая сила. Что по сравнению с ней современные самолеты? Дурвасамуни пролетел через всю Вселенную и долетел до Вайкунтхи, затратив на это один год. По современным расчетам, некоторые планеты в нашей Вселенной находятся от Земли на расстоянии, превышающем 40 тысяч световых лет. Это означает, что если лететь со скоростью света, то чтобы достичь этих планет, потребовалось бы 40 тысяч лет. Даже имей они такую возможность, смогли бы астронавты прожить 40 тысяч лет. Чем же они так гордятся? Доктор Синг. У ученых есть теория, согласно которой они якобы смогут создать машину, способную перемещаться в пространстве со скоростью света. Шрила Прабхупада. Они говорят так, но никогда не смогут этого сделать. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Жизнь происходит из жизни» вы сможете послушать в это же время в наших следующих передачах. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Жизнь происходит из жизни» Ведическая космология Шрила Прабхупада Есть много невидимых планет и звезд. Когда, например, планета Раху проходит между Солнцем и Луной, происходит затмение. Но ученые объясняют затмение иначе. На самом деле, затмение вызывает планета Раху. В теории современных ученых, объясняющих причины затмений, много сомнительного. Согласно ведам, их объяснение неверно. Доктор Синг «Но ученые утверждают, что могут доказать свои теории» Шрила Прабхупада «Да, они говорят, что наука все доказывает. Однако это вздор. Ученые доказали все, но не знают, кем являются они сами. Это им неизвестно. И почему они умирают, этого они тоже не знают. Вот и все их знания, доктор Синг. «Они могут построить модель Вселенной, планет и Луны» Шрила Прабхупада «Если они могут строить модели, почему бы им не создать модель Солнца, чтобы сэкономить электроэнергию?» «Они много говорят, но ничего не могут сделать. Если они могут построить модель Вселенной, то пусть сделают большую модель Солнца. Тогда темными ночами нам не нужно будет расходовать столько денег на электричество. Но это им не под силу. И тем не менее, они не скупятся на громкие слова только для того, чтобы забрать деньги у налогоплательщиков. Они говорят, что знают состав Луны и состав Солнца. Так почему же тогда они не могут их воспроизвести? Почему они не могут создать искусственное Солнце, чтобы жителям Исландии и Гренландии не было так холодно? Бог никогда не равняется нулю. Шрила Прабхупада Однажды господь Чайтанья Махапрабу привел пример с камнем, называемым Чинтамани. Этот камень может создать много других драгоценных камней, Сам, оставаясь неизменным. Хотя все исходит от личности Бога, Сам Он никогда не иссякает. У нас на Земле кончаются запасы нефти, и это становится угрожающей проблемой. Но Солнце по-прежнему светит и будет светить бесконечное число лет. Кришна может создать миллионы Солнц. На самом деле Он уже это сделал. Однако по-прежнему Его могущество не убыло. Он ничего не утратил. Таков Бог и высшая энергия Бога. Отчиньте шахти. У нас есть кое-какие-то сбережения, и если мы их расходуем, то на следующий день у нас на счету не остается ничего. Ноль. Мошенники утверждают, что изначальная истина — это ноль. Они не знают, что Бог никогда не равняется нулю, что Он всегда величина положительная. Поэтому мы должны иметь ясное представление о Боге. Теологи должны черпать эти идеи из ведических писаний и не позволять глупцам и мошенникам вводить себя в заблуждение. Природа Бога и Его неиссякаемых энергий объяснена в ведической литературе. Наша энергия иссякает, но энергия Бога нет. В этом разница между Богом и нами. Я не могу быстро ходить или делать многое из того, на что способен молодой человек, потому что моя юношеская энергия иссякла. Но Бог всегда юн. Кришна, верховная личность Бога, абсолютен, непогрешим и не имеет начала. Давая начало бесчисленным многообразным экспансиям, Он является изначальной личностью, самой древней и всегда выглядящей, как юноша в самом расцвете сил. Кришна также говорит в Бхагавад-гите, верховный Господь пребывает в сердце каждого. Он находится также в каждом атоме, но тем не менее Он един. Таков Бог. И Он не двойственный. То есть не нужно думать, что Он живет в вашем сердце, а в моем сердце живет кто-то другой. Нет. Все Его проявления едины. Благодаря своему всепроникающему аспекту, Он присутствует везде и во всем. И в то же время Он локализован в пространстве. И Он един. Абсолютная природа любви Кришны. Доктор Сингх. Шрила Прабхупада. В трудах некоторых теологов Запада говорится, что Бог — это любовь. Шрила Прабхупада. Бог — это все. Почему они говорят, что Он — это или то? Бог — это все, потому что Он абсолютен. Его любовь или его ненависть — одно и то же. В этом материальном мире мы различаем любовь и ненависть. Но ненависть Бога и любовь Бога — одно и то же. Поэтому его называют непостижимым. Любовь Бога Гопи и ненависть Его к Камсе привели к одинаковому результату. И Камса, и Гопи направились в духовный мир. Путана пришла отравить Кришну, а мать Яшода всегда старалась уберечь шаловливого малыша Кришну от беды. Так что Яшода и Путана представляют полную противоположность друг другу. Но обе они достигли одного и того же результата. Кришна думал, «Я сосал грудь Путаны, поэтому теперь она моя мать. Она должна разделить удел Яшоды». Такова абсолютная природа ненависти Кришны и Его любви. Ученые-трансценденталисты, познавшие абсолютную истину, называют эту недвойственную сущность Брахманом, Параматмой или Бхагаваном. У Бога есть безличный всепроникающий аспект, называемый Брахманом, и локализованный аспект Параматмы. И в то же самое время Он — Бхагаван, который является Его изначальной личностной трансцендентной формой. Эти три аспекта одновременно различны и едины. Такова природа Бога, одновременное единство и различие. Тот, кто приходит к личностной концепции Бхагавана, достигает одновременно Брахмана и Параматмы. Все эти аспекты влияются Кришной, но между ними есть и разница. Они в одно и то же время едины и различны. От кого нужно получать знания? Доктор Синг Шрила Прабхупада Многим людям трудно признать существование Бога. Шрила Прабхупада Они больны, но не хотят лечиться. Если они не хотят лечиться, это их вина. Тот, кто они находятся в сознании Кришны, сознании Бога, сумасшедший. Находясь под властью иллюзорной энергии, низшей материальной энергии, он несет один вздор, как тот, кого преследует духи. Чтобы избавиться от невежества, необходимо обратиться к тому, кто обладает знанием. Вы должны найти такого человека, гуру, и предаться ему. Затем нужно задавать ему вопросы, и какие бы ответы он не давал, их нужно принимать. Таков путь осознания Бога. Сначала нужно найти гуру, затем добиться его благосклонности своим служением и преданностью, и тогда гуру объяснит все. Кришна разъясняет в Бхагавадгите. Просто постарайся узнать истину, обратившись к духовному учителю. смиренно вопрошай его и служи ему. Осознавшая себя душа способна передать тебе знания, поскольку она увидела истину. вызов. Доктор Абрахам Кавур, президент Шри-Ланкийского филиала Ассоциации Рационалистов, организации, главной целью которой является опровержение существования Бога и души. 14 августа 1977 года колумбийская газета Sunday Times Шри-Ланка опубликовала статью доктора Кавура под названием «Есть ли жизнь после смерти?» В своей статье Кавур утверждал, что жизнь это высокоорганизованная химическая структура и что душа не способна пережить смерть тела, поскольку на самом деле души как таковой не существует. Эта статья вызвала горячие дебаты как в Sunday Times, так и в переписке между доктором Кавуром и членами Шри-Ланкийского отделения Международного общества сознания Кришны. Ниже публикуются статьи из Sunday Times и часть переписки с доктором Кавуром. Sunday Times 21 августа 1977 года. То, чего не может наблюдать доктор Кавур. Статья Хамсадуты Свами и Махаканте Дасса. Несмотря на то, что доктор Кавур и ему подобные очень гордятся своими познаниями, необходимо указать на тот факт ради тех читателей, которые не искушены в софистике, что люди, подобные доктору Кавуру, выдающие себя за стражей логики, разума и научного прогресса, встают на очень зыбкую почву, когда берутся судить о вопросах, выходящих за пределы компетенции и их ограниченных чувств. Это особенно касается вопроса о жизни после смерти. В первой же строке своей статьи доктор Кавур пишет, «Я не придерживаюсь того взгляда, что моя жизнь сосредоточена в определенной части моего тела». Это утверждение, так же, как и следующее за ним, «Я не верю в существование души или духа, переживающего смерть моего тела», выдает всю зыбкость его позиции. На протяжении всей статьи доктор Кавур высказывает свои взгляды, убеждения и мнения относительно вопроса, целиком лежащего за пределами его наблюдательных возможностей, и делает попытку выдать свои измышления за непогрешимую научную истину. При всем нашем почтении к доктору Кавуру мы позволим себе заметить, что метод непосредственного чувственного восприятия, на который он опирается, делая свои многочисленные утверждения, касающиеся жизни после смерти, очень ограничен и несовершенен. Возьмем, к примеру, глаза. Они функционируют лишь при определенных условиях. Если не будет света, я не смогу разглядеть даже собственную руку. Мы не способны разглядеть ни то, что находится ближе всего к глазу, свое собственное веко, ни то, что дальше всего от него, внешние границы этой вселенной. Воистину, наши глаза несовершенны. Подобным же образом ограничены чувства осязания, вкуса, обоняния, и ум наш тоже далек от совершенства. Следовательно, любое заключение, основанное на несовершенном чувственном восприятии, обязательно будет отмечено той же печатью несовершенства. исследования, эксперименты и гипотезы, основанные на несовершенном чувственном восприятии, утрачивают всякий смысл, когда применяются к предметам, не подлежащим экспериментальному изучению или умозрительному постижению. Попытка воспользоваться чувственным восприятием для постижения таких предметов была бы равносильна старанием ребенка выяснить, кто его отец, задавая этот вопрос всем мужчинам мира. По меньшей мере, нелепая затея. Чтобы выяснить, кто его отец, человек должен принять авторитет матери. Другого выхода нет. Поскольку никто не может видеть своего отца в момент своего зачатия, необходимо принять на веру то, что говорит мать. Любой здравомыслящий человек не может не согласиться с этим. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги его божественной милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Жизнь происходит из жизни» вы сможете послушать в это же время в наших следующих передачах. Продолжение следует...